Всем привет! Продолжаем бродить по залам главного штаба в Санкт-Петербурге Герман Антон Штильке, триптих Жанна Д'Арк. Одной из любимых героинь художников после наполеоновского времени становится Жанна Д'Арк. Ее образу посвящен триптих Штильке. В 1836 году для коллекции лорда Лансдауна в Лондоне мастер написал картину «Молитва Жанна Д'Арк». Она имела сложную раму, нижняя часть которой представляла собой своего рода триптих с изображением трех важных событий в жизни Жанны Д'Арк. После успеха картины на академической выставке в Берлине Штильке дважды ее повторил. Национальная героиня Франции, одна из главнокомандующих французскими войсками в Столетней войне Жанна, по ее собственным уверениям, была призвана на подвиг Архангелом Михаилом и Святой Екатериной Александрийской. Этому событию посвящена левая створка триптиха. Здесь образ Жанны еще в тени, она лишь озарена сиянием небесных посланников. На центральной панели Жанна показано сражение при Патте, которое стало решающим в разгроме английской армии. Это наиболее выразительная часть триптиха Жанна на белом коне и со знаменем, как Валькирия летит впереди французских рыцарей, теснящих англичан. На третьей панели представлена трагическая гибель Жанны в Руане 30 мая 1431 года. В этой сцене Жанна уподоблена раннехристианским мученицам, как в сценах распятия Христа, присутствующей при ее сожжении, делится на сочувствующих жителей Руана и врагов, среди которых приверженец англичан епископ Пьер Кашон, возглавлявший судебный процесс над Жанной. «Епископ, я умираю из-за вас, я вызываю вас на Божий суд!» С высоты костра крикнула Жанна и попросила дать ей крест. Палач потянул ей две скрещенные хворостины. И когда огонь охватил ее, она крикнула несколько раз «Иисус!» Этот риптих относится к числу лучших работ Штильки. Ну вот такое описание нашел в интернете к работе Германа Штильки Жанна Дарк. Находится эта работа в главном штабе Санкт-Петербург. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok